Восходящее из-за горизонта солнце восходит для всех. И для мелкого жука, который умывается росой, и для великого мастера, который посмотрел кинчик футбол кунг-фу и решил, что тоже так умеет. Привет, смертоносные лепестки персикового дерева! С вами Федорович, а сегодня мы в очередной раз насладимся мастерами, которые назвали себя великими воинами кунг-фу и вышли на бой против жалких и недостойных спортиков. А для непонимающих после удара железными прутьями об голову хейтеров хотелось бы отдельно напомнить, что канал юмористический и оцениваем мы не все единоборство кунг-фу, а конкретных чудаков, которые назвали себя мастерами и вышли показать, что они умеют. Ну или где-то так. Упущенная рыба Упущенная рыба кажется большой, а потом можно рассказывать, что упустил кита в заброшенном пруду. Так же и в боях. Проигравший бой может долго рассказывать, что был близок к победе, но проиграл лаки-панчем. Но все по порядку. Мастеру кунг-фу в черном кимоно, который решил наконец-то показать свое искусство всему миру, привезли из далекой диковинной России простого самбиста для разогрева. Как дождевой червяк не знает, что такое сладкая пыльца, китайцы не совсем понимали, кого они везут. Но когда поняли, было поздно. Усердие мать успеха. И мастера кунг-фу об этом знают не понаслышке. Нужно отдать должное нашему сенсей. Он неплохо держался в бою, несмотря на то, что самбист делал ему угма помрачительные броски с прогиба и через бедро, красота которых может сравниться только с цветением сакуры посреди пустыни. Он не падал духом и сражался, хотя и удары практически не наносил. Все-таки ударочка из бокса, а это вам не 108 форм святых монахов. Утонувшему звать лодку поздно, а получающему менять стиль единоборств тем более. Но, несмотря ни на что, мастер продержался первый раунд и вышел на второй, полный надежды секретных планов на победу, ведь его старик-учитель, пока был перерыв, прочитал ему парочку страничек из книги искусства войны Суньцзиня. Но и это ему не помогло, а закончилось все красивенным ударом ноги с разворота. Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины преисподней, а тот, кто хорошо нападает, действует с высоты небес. Именно так действует мастер тай-чи, который, отбросив страх, сомнения, возраст и массу, вызвал на бой борца качка, решив продемонстрировать всем, что тай-чи – это не блуждание кисти по холсту, а рассекание мечом цели. Несмотря на то, что мастер был в два раза меньше, он демонстрировал невероятные навыки баланса и контроля тела, швыряя здоровяка, как ветер кленовый листок. сняли так, что ломонит выгорел. Это не больно. Утка под вegeм動 – это ломонит. Эта н Shout to the «Утка под садом» Но в этом и заключается великое искусство мастера тайчи. Сделать бой таким невероятным, чтобы все усомнились в том, что это вообще возможно и не придавали этой силе столько значимости, сколько она имеет на самом деле во вселенских потоках мироздания. Продолжение следует... Продолжение следует... Но ученые рассуждают о книгах, о мясниках-свиньях. А пока мы рассуждаем о схватке, она закончилась тем, что Годзилла устала от постоянных бросков и побоев и просто потерял силы. Фальшивый друг опаснее открытого врага, а скрытый мастер вообще опасный тип. В этом бою мастер неизвестного доселе стиля одел белые одежды в явной уверенности, что его секретные навыки кунг-фу не оставят шанса ни одному боксеру и ему придется праздновать яркую победу. Он уверенно с улыбкой поприветствовал соперника, показал ему свой шпагат, несмотря на то, что бой был по правилам бокса, и вышел на бой с опущенными руками, пытаясь уничтожить оппонента вселенской энергии Чи. Учиться никогда не поздно. Но это как толкать тележку в гору. И сложно, и непонятно, надо оно или нет вообще. Вот и наш мастер, испытав канвас на прочность своими ягодицами после первого же удара, решил, что хватит играться с этим недостойным и бросился в ярусную атаку, которых не знавал даже тазманский дьявол в неудачный день. Но и тут его подстерегала лихая неудача. Утопающий хватается за соломинку, а наш мастер смело идет в бой, в надежде все-таки выдать этот огненный энергоудар, которому он обучался 15 лет, сидя в погребе у бабули. Но что-то здесь было не так. Или биополе соперника, или судья чернокнижник. Но все закончилось нокаутом для мастера. Пишите в комментах, через сколько бокалов пива вы бы завалили всех этих мастеров вместе со спортиками. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует...